А началась история этого самолета с того, что военно-морским силам США понадобился перехватчик, способный вести продолжительное патрулирование на удаление от авианосцев в 250 километров и более. Главными целями фантомов считались наши бомбардировщики, которые могли с этой дистанции пустить ракету в авианосец. Главным оружием F-4 стали ракеты Sparrow, которые могли поражать противника вне зоны прямой видимости. А вот простой авиационной пушки на первых модификациях фантома не было. Вскоре выяснилось, что это большой недостаток. В середине 50-х предшественники F-4 уже морально устарели. Они не могли нести электронику и вооружение, которыми был оснащен фантом. Но главное, отсутствие встречного ветра и даже небольшой шторм делали эти самолеты абсолютно бесполезными. Они просто не могли взлететь. Авиаприкрытие отправляли с палубы в ангары. В неправильную погоду авианосец становился весьма уязвимым. В конкурсе на разработку новой машины приняли участие несколько фирм. Уверенно победил концерн Макдоналд Дуглас. Работы над самолетом шли с середины 50-х. Конструкторы отнеслись к своей работе весьма серьезно. 7 миллионов человеко-часов конструкторских работ. Почти 7 месяцев фантом продували в аэродинамической трубе. Были сняты характеристики со 100 моделей оперения и 75 моделей крыла. Результат себя оправдал. Фантом стал первым палубным самолетом, который мог взлетать в полный штиль. Функции управления самолетом и огнем на F-4 были разделены. Пилот занимался исключительно управлением самолетом, а оператор – сложными процедурами наведения различных ракет. Едва пойдя в серию, фантом начал вытеснять с палуб авианосцев своих крылатых собратьев. Новой машиной заинтересовались и американские ВВС. Список вооружений, которые мог нести фантом, занял бы не одну страницу. Это был настоящий многофункциональный самолет. Мощность двигателей и скороподъемность позволяли фантому действовать как истребителю. Большая ракетно-бомбовая нагрузка делала его эффективным бомбардировщиком. Полигоном, на котором фантомы прошли жестокие испытания, стал Вьетнам. 9 апреля 1965 года, 8 часов 40 минут, фантом, пилотируемый пилотом Мерфи и оператором огня Фейганом, одержал первую победу в небе Вьетнама. Экипаж F-4 сбил МиГ-17, но и сам был уничтожен в том же бою. С того дня и до завершения вьетнамской кампании, столкновения фантомов с вьетнамскими истребителями происходили регулярно. Во Вьетнаме выяснилось, что F-4 имел ряд недостатков. Он совершенно не годился для ближнего маневренного боя. Если F-4 не добивался победы ракетами Сперроу на большой дистанции, начинался докфайтинг. И здесь преимущество было на стороне МиГа. Однако и у МиГа было свое слабое место. При перегрузках больше полутора же, пуск ракет первых серий блокировался. К тому же их у раннего МиГа было всего две. И тогда оставалось полагаться на старую добрую пушку. Фантом, вооруженный четырьмя Сперроу и четырьмя Сайдвиндерами, имел больше возможностей для атаки. Но расстреляв ракеты, оказывался безоружным. Статистика побед обеих сторон во Вьетнаме все-таки оказалась в пользу МиГа. Фантомы сбили 54 МиГ-21. МиГи же уничтожили более сотни призраков. Всего американцы потеряли во Вьетнаме 362 фантома. Это при том, что фантомы были на редкость живучи. Зачастую самолеты возвращались на авианосцы на одном двигателе, со множеством пробоин от осколков и снарядов. После Вьетнамской войны фантом стал одним из главных действующих лиц в ближневосточных конфликтах. И там его главными противниками вновь были МиГи, 21-е и 23-е, и даже 25-е. Фантом стал одним из самых массовых реактивных истребителей-бомбардировщиков. Он был закуплен армиями 11 стран мира. Позднейшая, существенно обновленная модификация фантома продолжает служить в ВВС Израиля по сей день. От старичка в новом израильском фантоме 2000 остались только фюзеляж и крылья. Электроника, двигатели и вооружение соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Фантом 2000 – машина 21 века, первый образец которой поднялся в небо более 40 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова